Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешеного. Номер 668. События дня. 2 Езра 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин. За 11 октября 2017 года. Комментарий на видеоролик. Он называется «Просмотр встречи протоиереев и Калинина Александра с Сергеем Козловым». 24 сентября 2017 года. Дмитрий Николаевич говорит на 27 минуте 8 секунд. Он смотрит на Калинина и говорит «Глаза прищурил, уголок правый приподнимается, задумав зло и испытывает презрение». Это очень-очень важное замечание делать. Я еще раз просмотрел и полностью согласен с ним. Так же не имеет в себе веру. Отсказанного о Боге, вере, чудесах и так далее, испытывает гнетущее чувство. Губы узкие, как говорится, змеевидные. И крепко сомкнутые, растянутые. Жестокая натура, расчетливый ум. Возможно, присутствуют садистские наклонности. Вот такой анализ по внешнему только виду мало кто может дать. Это только человек, имеющий большой опыт, знания, психиатр, с каждым словом согласен. Это самое я говорил сразу же, как только посмотрел этот видеоролик. И даже говорили, когда мы с ним, он на меня выходил. Очень и очень ненадежный человек. Я говорю о Калинине. И эту фигуру поставили. За ним числится убийство. Бандит самый настоящий. Хитрый. Ему доверились. На суде Божьем как будет отвечать? О своем воскресенье ложь сплошную гонит. Тысячи людей обольстил. Его избрали, чтобы легко потом было скинуть против православия. Вот кто у вас за святую Русь борется-то. Это я уже в ответе дал. Иван Жарковский. Живите дольше, Игнат Тихонович. Рай вас подождет маленько. Стихи про женщин мне понравились. Они особенно глубокие. Так как в них не умаляется женская красота, а восхваляется. Ведь женская красота – это создание Божие. Но в то же время идет не критика, не ругательство, не обвинение, а благодарность, что красивая женщина, созданная Богом, прошла мимо. Это очень зрелые и интересные стихи по сути своей. Ну, интересно, если не знает, сейчас я посмотрю, есть или нет, о чем он говорит, какое стихотворение. Вот, я выставлял разное, но, видимо, вот такое вот. Первое, Коринфянам 7.1. А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Я женщинам всем благодарен и в досталь, которые мимо меня, не заметив, прошли. Взглянули лишь коса, змеёю струилищие косы. Заноза я в них не вошёл, и нечего то ворошить. Мой ангел-хранитель сумел же меня уберечь. По лезвию острому кувырем там я скатился. А женщина в силе снесла бы мне голову с плеч. Теперь бы под старость рыдал и в истерике бился. Огонь полыхал и дышал в облака, и сердце кострище сгорящие своей головнёй. Но жив оставался лишь бороду, сдулась легка. Да тёплой ночью прошедшая сладко кольнёт. Не мне подбивать и итожить спектакль необычный, Но не был любим до беспамятства дикой девицей. И сладость, конечно, что чувствами сад ископыщен, Но снова я жив, и в ночи не могу надевиться. Как славно, что кудри мои никого не пристили. Характер не мягкий, путаны не липли ко мне. Страх Божий сковал моё тело бесилося в могиле, А разум треножил в геенском сгорая огне. Один на распутье распутство был спутан, Наказанным от матери скромницы сверхмногодетной. Храни себя, сын мой. Казалось, не рад, что капут мне, Но корень обрубленный к вянут светистые ветви. В таинственном мареве разум совсем не терял, Работа до пота сгорал в одиночестве диком. То ветер измен перемен в порошок истирал, Примил не по карте, а в храме минуты и изгибы. Храним несказанной милостью Божьей, Вставал окружённый мечтанием во сне вопреки. В делах уникальных сидел не в прихожей, Дивились на юного близкие мне старики. Ни в жаркой пустыне, ни в келье в лесу отсиделся. В помощниках в деле Господнем счастливые, чистые сёстры. Обстиран, накормлен нашатком в своём табурете, Как в кресле. И ум мой блудом неисточен, По-прежнему острый. 9 сентября 2005 года. Иклисиаса 7.26. «И нашёл я, что горьче смерти женщина, Потому что она сеть, И сердце её силки, Руки её оковы. Добрый перед Богом спасётся от неё, А грешник уловлен будет ею». Это вот на это стихотворение такой ответ. Очень интересная лекция. Паренёк с длинными волосами и бородой. Гордец, конечно, но сам лектор очень интересно это рассказывает. Он объясняет, в чём не прав Алексей Ильич Иосифов, И как правильно понимать. При счастье, что хлеб не соединяется с божеством, Как говорит Алексей Ильич, Это бы приводило к тому, Что после того, как Бог стал человеком, Он затем ещё стал хлебом. И в этом противоречии Как бы хелиазм. Ещё одно воплощение Бога в материальном мире в виде хлеба. Православие, как говорит он, Учит тому, что Бог, восприняв человеческое тело, В это тело вбирает ещё и хлеб. Тем самым хлеб становится причастным к телу Христа. Таким образом, мы вкушаем тело и кровь Христа под видом хлеба. Это логично, понятно и непротиворечиво. Нет второго воплощения Христа в виде хлеба, Но есть хлеб, который становится частью тела Христа, Присоединяется к его телу. Может быть, Алексей Ильич цитирует и кого-то из отцов. Он всегда показывает то, что говорит не от себя. Но среди отцов было и мнение о хелиазме. Поэтому мой взгляд, технаряд технаря, это лектор, А он член Синодальной Богословской Комиссии. Прав и убедителен. Галина Влески. Мир вам. Благодарю за ответ, дорогой Игнатий Тихонович. Понятен ваш ответ стихотворением кормщей. Считая стихотворение, моим разумом вспоминались слова спасителя нашего. Вспоминались одно за другим и про волков, и про друзей, и про награду. Молимся и надеемся на милость и помощь Божию В нашем приходском просветительском деле. Выстоим. Работаем. Спаси Христос. Аминь. Далее я пишу. Сильный пожар охватил здание духовной семинарии у Покровского собора в Барнауле. Вот впереди нажатие. В Барнауле разгорелся сильный пожар на территории Барнаульской православной духовной семинарии около Покровского кафедрального собора. Как сообщили по лист Сибру, в ГУ МЧС России по Алтайскому краю площадь пожара составила 400 квадратных метров. Кавычки. Возгорание произошло на мансардном этаже духовной семинарии. В этом помещении находится прачечный и хозяйственный блок. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Территория сильно задымлена. На месте работает газодымозащитная служба, прокомментировали в ведомстве. Судя по фото и комментариям очевидцев в интернет-сообществе Барнаул-22, весь прилегающий микрорайон оказался в дыму от пожара. Пожар до сих пор не ликвидирован. Ну и дальше тут даются снимки Покровского собора. Вот он стоит. Видите, какой дым поднимается. Вот она. Это уже как будто с вертолета откуда-то. Вот. Покровский собор. И вот горит дым. А это с другой стороны, прямо от собора. Вот. Пожарная. Это самое горящее здание. Вот оно, машины. Вот тоже показывают, где храм. Видно машины. Ну вот, пожар. А вчера сестра Татьяна повезла Надежду Васильевну, жену, и меня попутно подхватило получить деньги. Четыре месяца не получал. Пенсия 6 тысяч 523 рубля. Но оказалось, что там что-то несколько тысяч для всех начисляли, и мне начислили. Ну и вот мы обратно-то ехали. У меня прописаны двое, не могу выписать, и каждый месяц высчитывает. И по городу она возит. И узнала, позвонили. Позвонили. Кажется, Юлия позвонила. Что у храма, там, семинарские здания, там горит что-то. И мы едем, перекрыла полиция. Мы с другой стороны едем. С другой. Ну и остановились тут. Я сейчас могу даже показать, как мы остановились. Вот. И я... А у меня с собой... Ран был. Это фортов Покровский собор. Я читал тут общежитие какое-то было. И вот это так горит оно сейчас. И сегодня у нас... Да, сейчас у нас... Ого. 11 октября 2017 года. С той стороны милиция там не пропускает. Как-то он горит, не горит, ничего не понятно. Это я снимал. Вот дальше синенький платочек. Вот такое-то Надежда. Вот Татьяна рядом стоит. И вот мы смотрим. Покровский собор. Да все, говорят, ухать. Лежать, говорят. Все, лежать, говорят. Лежать. Ну что нельзя-то? Садиться надо или что? Как нельзя? Сколько он идёт, все снимают нельзя. Что нельзя? Нельзя стоять. Машины здесь загрузили. А я подумал, снимать нельзя. Вопрос, что собор, это центральный собор. Там видно вот пожарный, наверное, на горку. Что не надо? Вот такое здание тут, видать. Все саконно. Ну что, жалко, конечно. Ну спроси, хоть у тебя, у него, скажи, жертвы там есть? Нет, никто не помер. Что? Не знаю, говорит. Ну пошли. То есть вот я тоже снимал своё и показал. По событиям. Это вчера весь день меня возили. Первый день. Иван Жарковский. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Мне интересно ваше мнение, почему происходит такой ужас около фильма «Матильда». Вы же сами цитировали Библию и говорили, что христиане пацифистами должны быть. Я действительно видел передачи с епископом Тихоном. И там он конструктивной критикой показывает, что факты, показанные в фильме «Матильда» не являются достоверными. И вот такой подход верный. А что происходит в православной среде? Мы как звери исламские въезжаем в кинотеатр с целью взрыва. Что это? Вот такая реклама только на пользу рекламе в фильме действует. И против православия, выставляя православных безмозглыми террористами. По итогу люди на фильм пойдут, а православие заляжет в умах многих людей, в умах, как бездумное средневековое мракобесие. Христианство любят за Христа и за высокую мораль. А где мораль? Во взрывах кинотеатра? Это ужасно, что так. Атеисты руки потирают, радуясь, что у них появился мощный аргумент выставить православие средневековым мракобесием. Лично я полюбил православие за высокую богословскую культуру, которая имеет красивые доводы, высокие нравственные богословские догматы. Как вы относитесь к этому вопросу и проводите реконструктивную беседу с людьми о неисторичности событий, которыми наполнен сюжет Матильды? Я отвечаю. По этой теме я уже выставил своих два видеоролика. Там было сказано все, о чем вы говорите и много более того. Взгляд как бы из-за кулис. «Во свете Библии святой». Называется «Матильда и лидеры провокации поджогов Гапоне во свете Библии». Еще 23 сентября я выставил. И вот как. Ссылка какая. Фильм «Матильда во свете святой Библии. Заказной и провокационный». Вот тоже название его места. Где найти можно. Посмотреть. Я там все отвечаю. Сейчас только везде появилось роликов против православия. Просто лавиной пошли. Так что им сейчас православным будет не до меня. Мало ли их там таких находится. Шляхов. Сергей Игнатов пишет. «Мир вам, Игнат Тихонович. Я знаю, что за Христа и ближнего своего вы тоже готовы положить свою душу, чтобы тот был спасен для Царствия Божия. Аминь». И вот вчерашний день, весь день, Виктор все-таки заменили ему генератор. Оказалось, там на стенде проверили. До этого его продали. Они привезли, поставили не работать. Не работающий. Зарядил два аккумулятора. А поставить не могли. Позвонил Николаю в Крущине. Он приехал уже в потемках. И все поставил. И сегодня, я уже считаю, 12 числа Виктор уехал. И вот тут разговаривает. И вот что он тут между собой переписывается. Ник Скляренко пишет. «А что тут комментировать? Разве не знаете, что плата за грех – смерть? И то, что ничто нечистое, не войдет в покой его?» Вопрос. Православное учение – единственное, которое имеет правильное учение о грехе. «Помните, страх Господень – начало мудрости. Поэтому надежда на конечные мучения для себя самого есть в потере этого страха и всякой мудрости и спасения как логичное средство такой установки. Не дай Господь вам расслабиться. Это он пишет в изучении Библии. Абсолютно правильно. Вот так и надо рассуждать, как Скляренко говорит. Михаил Гордеев. «Я не для себя ищу поблажку. Этот профессор говорит о другом, а ты о страхе». Но он не говорит профессора о страхе-то как раз. И профессор-то говорит правильно. Он показывает два варианта, три и тот вариант где-то. Я профессора считаю… Вот слушаю, где он доводы доводит. И он доводы доводит, все лукавые. То есть там смысл другой заложен совершенно в них. Написано все. Все – это много. Много, но не до одного все. И все спасутся. Ну где он нашел это? Где? Овечное мучение тогда и прочее. И Осипова даже ловить не надо. Сидят там эти, но они, видимо, не имеют права говорить. Семинаристы там… Удивительно даже. О страхе. Где аргументация, добавил Скляренко. Лекция Осипова. Пища твердая, не для всякого ума. Он правильно говорит, но в умах неподготовленных его слова производят разорение. Абсолютно правильно. Вот Николай Скляренко. Молодец. Это сейчас только у них переговоры идут. Так. Михаил Гордеев отвечает. Ну, готовься, а не отвергай. То есть ошибка на ошибке, что-то пропуск. Скляренко. Аргументация в Библии, а у Осипова рассуждение людей. Обрати на это внимание, Гордеев. Человеку невозможно приготовиться, а Богу всё возможно. Скляренко. Библия Осипова – это отеческое учение. Он мало ссылается на Библию. Правильно говорит Гордеев. В Библии нет конкретности, что вечность. Тоже говорит правильно. Ник Скляренко – нет. То есть почти нет. Михаил Гордеев – вот-вот. И вообще нет. Скляренко. В Библии есть заповеди. Это и есть светильник ноге твоей. И мудрость. Ответы на ваши вопросы начинаются в страхе Господнем и житии по заповедям. Тогда и ответы придут от Господа Бога, а нет бесов. Гордеев. Что хочешь, избирай. Скляренко. Верен в малом, над большим поставлен будет. Если нет понимания, стремитесь править в своё житие. Так и придут ответы, вернее, умения слышать, а не слушать. Способность слушать. Абсолютно правильно отвечает. Гордеев. Тебе, родной отец или монахи, страх нагнали-то. Полемик этот дальше. То есть всё, забил. Отвещает. Нечего. Ник Скляренко. Страх Господень есть суть. Особое благословение, благоговение. А не животный страх наказания. Думал, вы его понимаете. Ни к чему не придёт разговор этот. Вот я просто попутно взял. И вот вчерашнее событие. Эти пожары, аварии. Посмотрел, сколько было. Ну и, как всегда, показать наши ресурсы. Здесь сразу обновлю мой мир. Перенос сюда идёт с Ютуба. Вот здесь. Раз, два, три, четыре, пять. Вот пять роликов выставил. Они уже все здесь. Вот сейчас можно даже, которые выставлял, их закрыть. Легче будет двигаться. И открыть форум. Наш форум. 2800 четвёртый день. 1600 тем. Это очень большой форум. Составлен. Ну, специалисты делали. Большого уровня. И вот тоже обновлю мой канал. Вот сейчас обновление дадим. Посмотрим. Ещё тут у нас православный видеоканал. Открытый мой оком. Что-то быстро у меня подписчики стали расти. Видимо, мне что-то кажется, некоторые не один раз регистрируются. 8227 подписчиков. А вот просмотры тут приходится верить. 7 миллионов 967 тысяч 934. Тут может быть и такое. И вот сегодня что? За два часа 123 просмотра. Сергей Игнатов с Украины переплыл в лагерный пруд. А другие меньше. А другие меньше тут. 91. Там 30. И ещё во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот тут много вопросов, ответов. Даю я ответы. А ответы даю согласно Слову Божию. Вот сейчас разбираем о войне. Я отсюда вопросов вытаскиваю. Вопрос 4098. 30-й том «Открытым оком». «Открытым оком» так у меня книги называются. Кто из высшего эшелона власти военные видит беду российскую, более других? Предполагают ли они, что территорию России будут делить соседи? Это я вёл занятия в пяти институтах, университетах, в милиции, в воинских частях и в три радиопрограммы. И вопросов было река. И вот задают я на кафедре. Отвечаю. Ответ. Таких, как ни странно, можно даже насчитать больше, чем миссионеров Патриаршей Церкви. Генерал армии Игорь Родионов. Видите, сколько надо знать, чтобы ответить на этот вопрос. Я должен знать и мирское. Да, это, конечно, на спасение не влияет. Но вопрос. Он говорит, кавычки. Вместо обещанного подъёма и просветания нарастает нищета, преступность, хаос, господство криминальных компрадорских группировок, их экономических и силовых структур. Россия вместе с такими странами, как Замбия, возглавляет список разительного имущественного неравенства, когда доходы 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан отличаются более чем в 15 раз. При такой несправедливости никакой урос и разбития невозможны. Страна переходит в разряд нежизнеспособных. Что такое 20 лет? Это целая эпоха. Многие народы в более короткие сроки совершали экономические чудеса. В период с 1885 года по 1913 год за 28 лет экономика России выросла в 5 раз. Население России с 1892 по 1912 год за 20 лет увеличилось на 50 миллионов человек. Понимаете? 12, там 8. За 20 лет на 50 миллионов. Прирост населения составлял 3 миллиона человека ежегодно. Продолжается вымирание нации. Это самое опасное и самое страшное. В 2050 году в России может остаться половина населения. Государственной территориальной целостностью угрожает серьезная опасность. Углубляется жестокий переход в системе духовных ценностей, прямо ведущий к нравственной деградации народа. Серьезные межнациональные проблемы обостряются на глазах. Нарастает кризис миграционной политики. Есть регионы, где численность мигрантов уже сравнялась с численностью коренного населения. Уровень и качество жизни абсолютно большинства граждан остается недопустимо низким. Жизнь и развитие российской семьи происходит в крайне сложных условиях. Особенно много трудностей у молодых семей практически не развивается наука. Власть стала абсолютно закрытой для общества, не подконтрольной и не подотчетной. Народ и власть представляют собой два разных мира. Чрезмерно громоздкий и малоэффективный госаппарат насквозь поражен коррупцией. Государством и социальной политикой руководят нелюди, которые презирают свой народ. Отгородились от него заборищами, дворцами, всевозможными видами охраны и привилегиями. А народ расливают, насилуют и убивают. За 10 лет реформа Россия потеряла 9,5 миллионов своих граждан. Страной руководят какие-то нелюди. Для них вся жизнь заключается в лицемерии, приспособленчестве, угодничестве, продажности, предательстве, карьеризме ради собственного живота и собственного кармана. На смену нелюдям, космополитам и откровенным предателям должны прийти истинные русские патриоты, если точнее националисты-государственники, для которых интересы своей страны при умножении счастья русского и других коренных народов России было бы смыслом жизни, а укрепление государства ежедневной работой. Это генерал армии Родионов пишет. Идет стремительная деградация элиты. Это уже не деградация, а полный маразм. Нынешняя российская псевдоэлита просто не способна к производительному труду. Она ищет только одного, где бы хапнуть, кого бы еще обобрать. Вот я вчера ездил, и только это и говорил. Везде два человека у меня прописаны. Выписываются где-то, а они выписаны, их нету. Я им помогал. И говорят теперь по электронике, сообщают, пошли милицию, в базе данных нету. А я каждый месяц плащу за них, плащу за мусор, за воду, и ничего не могу сделать. То есть копейки. У меня минимальнейшая пенсия бомжа за 35 лет трудового стажа. Так меня поставила власть советская. И поясняю, должна быть сметенность политической сцены. На смену ей должны прийти лидеры, которые будут воплощать эскетические идеалы братства, солидарности и альтруизма. Но не знаю. Чтобы сегодня об этом говорить, да. Если этого не произойдет в ближайшие годы, Россия может погибнуть. Вот это согласен. Вспомним трагедию гражданской войны, опустошившая Россию в начале прошлого века. Заключалось в том, что в ходе ее была уничтожена историческая национальная элита государства. Образованная часть общества. Куда входили бывшие дворяне, офицеры, казачество, купечество, трудолюбивые крестьяне. А ведь до этого в России, если ты не пьяница и не лодырь, каждый имел возможность достойно себя обустроить. Вторая часть этой трагедии заключалась в том, что на место уничтоженной национальной элиты пришла еврейская мафия. Боятся сказать, что еврейская мафия, слово еврей, запрещенное слово. И ради того, чтобы не писать паспорт, всех лишили национальности. Ну понятно, что это евреи делают. Чего они боятся-то? Это не хулыни какой нет от соответствующей действительности. Мафия пришлая, далекая от православия, нация, причисляющая себя к богоизбранному народу, исповедующая иудаизм, расизм и шовинизм, для которой все остальные нации России и мира являются так называемыми гоями, рабами. Эта мафия попыталась завладеть Россией, используя миллионные массы безграмотного и одуращенного народа, разжечь пожар пролетарской революции в Европе и во всем мире. Вот лишь один пример еврейской засилия. В 1936 году из 539 лиц высшего управления страны русских было всего 5,75%, 31 человек. Латышей 6,3%, 34 человека. Армян 1,8%, 10 человек. Немцев 2%, 11. А остальные нации не имели даже 1%. Зато евреи занимали 82% высших государственных должностей, 442. Невольно напрашивается вопрос, это было русское государство или еврейское? Реплика из зала еврейское? Об этом факте нынешний режим и ее средства массовой информации помалкивает, как и о многом другом. Это была война, настоящая война. Это была война с еврейским фашизмом внутри государства. Ругает либерал-демократов в целом отдельных политиков, в частности Грефа, Кудрина, Зурабова, самого премьера, Ельцина, Горбачева, называет имена олигархов, но ни слова в адрес навязанного стране еврейской мафии чудовищного антинародного режима. Сегодня осуществлен лишь первый этап агрессии, рухнул Советский Союз. Не надо забывать, что все, что произошло когда-то с Советским Союзом и происходит сегодня с Россией, это не есть результат эволюционных процессов развития, а тщательно спланированная, профинансированная, умелоуправляемая и нецеленаправленная агрессия. Но продолжается ее второй этап, цель которого развалить Россию и превратить русский народ в жалкое, подобное североамериканским индейцам, тихо исчезающих в своих резервациях. Они хорошо оснащены интеллектом, у них мощное информационное оружие, немеренные финансы, большая пятая колонна внутри России, целая армия доморощенных предателей из бывших работников партапарата КПСС и КГБ. То есть они никуда не делись, они хотят жить. Предстоит длительная и упорная борьба за Россию и русский народ. За поиск новых лидеров в центре и на местах. За поиск форм борьбы с современным игом. Демографическая ситуация в стране катастрофическая. Смертность в стране в три раза превышает рождаемость. Это самый настоящий геноцид. Россия быстрыми темпами заселяется инородцами. Похоже, у нас в ближайшем будущем будет такая же трагическая ситуация, как в Косово. Для примера скажу, что уже сегодня в Москве русские оказались в меньшинстве. Практически все российские СМИ работают против России и народа, так как находятся в руках еврейской мафии. Сначала политических проходимцев и авантюристов типа Хрущева или Горбачева, а затем откровенных предателей и западных ставленников вроде Ельцина. Сегодня Россия является фактически оккупированной страной, так как в руках одного из самых малочисленных народов России, к тому же не являющейся коренным, находятся все ветви власти – концептуальная, идеологическая, законодательная, исполнительная, судебная, а также финансные средства массовой информации и, естественно, кадровая система. Отстранять от власти инородцев, воров, предателей, а на их место выдвигать проверенных, преданных единомышленников. При этом надо во всеуслышание заявить, в России никогда не существовал и ныне не существует так называемый еврейский вопрос. Зато на центральном, ключевом для нашего выживания является русский вопрос. Проблема нашего национального возрождения – выживание русского народа на своей родной земле. Дальнейшее игнорирование проблем русского народа становится опасным. Если русские чувствуют себя в своей стране дискомфортно, то ни один народ этой страны не сможет чувствовать себя благополучно. А одной из главных причин такого положения является тот вопиющий факт, что русские отстранены от управления страной, которую они создавали, хранили и защищали на протяжении долгих веков. С какой целью? Если вспомнишь, что вслед за развалом Советского Союза мировая западная олигархия сосредоточит усилия против России, то ее главная цель – русский народ – выбрана правильно. Только растлив русскую молодежь, умертвив наиболее активную часть народа, превратив манкурта в остальных, можно рассчитывать на то, что Россия как единое государство, как уникальная евразийская цивилизация перестанет существовать. А что происходит на самом деле? На самом деле нашу нацию уже 15 лет мучает один главный русский вопрос. Как же так случилось, что мы в одночасье потеряли вековую державу и перестали быть хозяевами на собственной земле? Наиболее удачно вписались в новые экономические отношения органов МВД, по работе тесно связанной с криминальными структурами и контролируемым ими бизнесом. В результате мы имеем такую коррумпированную милицию, которую боятся не столько бандиты, сколько законопослушные граждане. И несмотря на кампании по поимке оборотней в погонах, пока не видно, как можно победить коррупцию в МВД. Видите, как хорошо пишет, и он не видит. А я вижу. Обратитесь к Богу, ко Христу. Когда душа родится, все будет по-другому. Далее. Более того, кроме официальной государственной военной организации, в стране существует мощная частная вооруженная сила. Только в Москве такие формирования составляют десятки тысяч человек. Наличие такой параллельной армии свидетельствует о недопустимой слабости государства. По официальным данным, их в современной России около 30 тысяч, причем многие из них имеют крышу в структурах власти и милиции. Если предположить, что в каждой такой группировке состоит хотя бы 10 человек, то вот вам еще одни параллельные сухопутные войска, только без танков и самолетов. Но для миллионной армии с ядерным оружием борьба с террором не может рассматриваться как основная задача. Это все генерал армии, говорит Родионов. Главная угроза для России в 21 веке – угроза, на защиту от которой должны быть ориентированы наши вооруженные силы, исходит вовсе не от террористов. Опасности поджидает нас с другой стороны. Геостратегическое положение России в ближайшие десятилетия будет очень сложным и уязвимым. Наша страна занимает 12,6% суши с земли. В ее недрах сосредоточено огромное богатство, оцениваемое специалистами примерно в 140 триллионов долларов. Протяженность границ России около 61 тысячи километров. И значительная их часть плохо обустроена. Только с Казахстаном нас разделяет более 7400 километров практически неохраняемых рубежей. Многие сопредельные государства имеют к России открытые или скрытые территориальные претензии. Все эти объективные данные свидетельствуют о том, что при ослабевающем международном праве уменьшение роли ООН, нарастание диктата силы, России в 21 веке предстоит тяжелая борьба за сохранение суверенитета, территориальной целостности, природных богатств и экономического потенциала. Наиболее опасные и трудноотражаемые военные угрозы для России в этом веке будут исходить от крупных государств и военных союзов, владеющих ядерным оружием. В первую очередь это США, НАТО, а также Китай. Американцы открыто вмешиваются в дела любого государства с помощью спецслужб, дестабилизируют там политическую ситуацию и приводят к власти неподконтрольные им режимы. Государства загоняются в этакий мировой концлагерь, где у них отнимаются природные ресурсы, ограничивается национальное развитие, а народы становятся слугами транснациональных компаний международных финансовых структур. Через так называемые международные стандарты, суверенные страны, суверенные, ограничиваются в праве на обеспечение своей безопасности. В мировую политику вброшен фактор международного терроризма, являющийся инструментом глобализаторов, который они используют для покорения других народов. С помощью этого инструмента в международном сообществе подавляется всякое инакомыслие. Любые попытки проведения суверенной внешне-нутренней политики. Этот сценарий предусматривает строительство на российском пространстве политической системы, подчиненной интересам США мировой олигархии, в рамках которой действуют либеральные модели экономики без развития промышленной базы. А армия остается без стратегических ядерных сил и современных сил общего назначения. При этом наука, образование, здравоохранение, культура неумолимо деградируют, ведь колонизированные сырьевой стране они просто ни к чему. В рамках такого сценария уже разработаны детальные планы, которые предусматривают нейтрализацию российского ядерного потенциала, приватизацию оборонного промышленного комплекса, вовлечение наших вооруженных сил в международные политические функции под эгидой борьбы с терроризмом, а также подготовку и проведение армиями США и НАТО военных операций в конкретных регионах нашей страны. Вся история 20 века характеризуется бескомпромиссной борьбой, кипевшей в России между инородцами, космополитами и государственниками-патриотами. В результате сегодня стратегию экономического, социального и культурного развития страны и стратегию обороны России определяет не Кремль или Государственная Дума, а закулисный центр власти, сосредоточенный в руках мировой и внутренней олигархии. Кавычки закрыты. Я дальше и как бы эпиграф даю и Святой Библии. Матфея 16, 26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп дать человек за душу свою? Иев, 27, 8 Ибо какая надежда лицемеру, когда возьмет, когда исторгнет Бог душу его? Вот за это борись, за славу России, славу Украине, а умер где что? Дальше стихотворение. Когда бы мертвые могли заговорить о том, что видели частично, претерпели, кого-то мучил грипп, инфаркт, гастрит, теперь ушли, перемешались с прелью. Пусть не о всем частично, сейчас один подробно описали по секундам, где ныне там слуга и господин, кому из них приятно или худо, но главное за что, когда и почему над ними приговор уже произнесен. Урок немалый из того возьмут, и то в действительности, а не тонкий сон. Мираж истории высмотрит писатель, сюжетовый развязок в котомке у поэта. Пусть это будет от перста полкапли, на что там есть дозволенные запреты. За час тома к неверным настрачат, испутаясь с дословным слухи, бредни. Наказы горькие для дохленьких внучат, сластолюбивых и до смерти вредных. Опровергать их будут в кривь и в кость, что это, мол, условно, нелогично. Хотя бы из могилы с сувениром кость за душу проданную потрясали купщий. Конечно, тьма, низги, ни порошинки. О воплях, криках, чуточку поведал. На полвопросиках неведение расширить. Все развернуть к Иисусовой победе. Как на кресте грехи подъемля телом, спаситель мира жажду возгласил. Гробы в окрестности от ужаса расселись, и мертвецы вошли в Иерусалим. У веровавших, живших во Христе Иисусе, мы слышим, сматриваемся в апокалипсис. Спасенные, по слову, во смеются, пока не поздно смех достанет с хлипом. 6 декабря 2008 года. Ну вот это на сегодня и все. Субтитры создавал DimaTorzok